Благовещенск Многие считают метание дротиков обычным развлечением, и мало кто знает, что существуют чемпионаты по этому виду спорта, которые проходят в Благовещенске. Двухдневные соревнования по дартсу прошли в нашем городе впервые, но организаторы хотят сделать турнир традиционным, а Мурская Федерация получила официальный статус. Каждому игроку дается 501 очко, и набором, совершая подходы и бросая дротики в мишени, они набирают определенные очки, и этими очками они списывают 501 до нуля. Победу присуждали тому, кто спишет все очки первым. На турнир заявились участники из Преамурья, Хабаровского края и один представитель Преамурья. Спортсмены состязались в личном первенстве, некомандном. Главное, по словам участников, не нервничать. То есть, если начинаешь волноваться, результаты падают на ноль, и не выиграешь. Этот спорт как раз один из самых таких травмобезопасных. Не, ну бывает, дротик отскакивает, но тут расстояние такое, что до тебя не долетает. Новогодний Кубок Федерации области по бадминтону прошел в Благовещенске. В рамках турнира организовали соревнования для детей, среди них были не участники с ограниченными возможностями здоровья. То есть, мы совмещаем детей таких и обычных детей, то есть, не разделяем для того, чтобы дети могли приспосабливаться, видеть, и они все, вот вы как сейчас можете наблюдать, они играют, играют с обычными детьми, и у нас не идет разделение, все друг другу помогают. Такие соревнования прошли в Благовещенске впервые, и некоторые из участников из-за особенностей своего здоровья поначалу не могли даже держать ракетку в руках. Ничего делать не умели, очень долго мы бросали ракетку, бросали валанчик, а потом втянулись, да, стали смотреть и на ракетку, и на валанчик, и на соперника, и пошло, пошло, и вот сейчас ему очень нравится, и как-то уже получаться стало. По словам родителей, занятия бадминтоном помогают детям сконцентрироваться, не добиваться успехов не только в спортивной деятельности, но и, например, в школе. Попасть можно независимо от возраста и своих способностей. Это были все новости спорта, а я напоминаю, что посмотреть нашу рубрику вы всегда можете на сайте Намуринфо. Продуктивной недели, отличного настроения, пока! Редактор субтитров А.Семкин